Привет, друзья! Не так давно я делал обзор на смартфон Fosibat F101 и вот уже снова выходит новинка от этого бренда. На этот раз планшет, который называется просто Fosibat DT1. Компания Fosibat прославилась в области разработки в сфере энергетики, а выпуск смартфонов, а теперь и планшетов является дополнительным направлением. Старт продаж состоится 12 июня и в честь этого события планшет будет продаваться по сниженной цене, которая составит 200 долларов. В описании к этому видео я оставлю ссылку, по которой вы сможете приобрести планшет, но сначала рекомендую посмотреть это видео до конца, чтобы понять, подходит он вам или нет. Что ж, выпускается планшет в такой большой оранжевой коробке, причем она даже крупнее, чем это бывает обычно у 10-дюймовых планшетов. Сразу же предлагаю посмотреть основные характеристики, которые производитель отобразил на тыльной части коробки. И здесь мы видим, что точная диагональ дисплея составляет 10,36 дюймов, выполнена по технологиям IPS и имеет разрешение 2К. Далее говорится об Android, поддержке 4G и о наличии 8-ядерного процессора MT8788. Объем памяти большой, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней, 48 Мп основная камера и 16 Мп фронтальная. Присутствуют все навигационные системы, GPS, GLONASS, Galileo и Beidou. Есть поддержка двух сим-карт, батареи на 11000 мАч. Даже сканер отпечатков пальцев заявлен. Ну, в общем, не планшет, а какое-то чудо расчудесное. Хотя, если честно, то здесь все проще. Некоторые заявленные функции просто-напросто отсутствуют. В том числе и здесь нет сканера отпечатков пальцев. У меня тестовый экземпляр планшета, поэтому такие ошибки в описании характеристик допустимы. Несмотря на такую большую коробку, комплект поставки здесь не особо нарядный, но все самое необходимое имеется. По имени планшета в коробке можно обнаружить документацию. Ключик для излечения лотка, сим-карты и карты памяти. Кабель USB Type-C, а также 18-ваттный адаптер питания. Кроме этого, на планшете уже есть коробки наклеена защитная пленка. Планшет относится к классу защищенных. Он крепкий, поэтому его можно использовать в самых суровых условиях. И он действительно кажется очень прочным и надежным. И его защищенность подтверждается сертификацией по стандартам IP68, IP69K и MILS CD810H. Это значит, что он не боится воды, пыли, а также падений с небольшой высоты. Также способен работать при высоких и низких температурах. Выпускаться DT1 будет в трех вариантах расцветки. Серый, оранжевый и, как в моем случае, зеленый. Мне, кстати, нравится сочетание черного и зеленого. Смотрится очень даже свежо. Думаю, что многие из вас обратили внимание на блок камеры. Он действительно очень нетипичен для планшетов. Потому что обычно мы видим одну камеру, даже вспышка не всегда бывает. Здесь же два светодиода. Ну и как минимум две камеры. Даже если одна из них декоративная, выглядит это все равно очень даже необычно. На самом деле в этом планшете много чего необычного. Проводитель заявляет о том, что это первый в мире защищенный планшет с четырьмя динамиками. Через мои руки прошло уже достаточно много планшетов, в том числе защищенных. И, честно говоря, я не помню, чтобы в каком-то защищенном планшете было четыре динамика. Здесь же два динамика слева и два динамика справа. Чуть позже послушаем, как они звучат. С правой стороны, помимо динамиков, также можно увидеть под заглушками разъем Type-C. И слот для сим-карты и карты памяти. Здесь комбо-слот. Можно использовать либо одну сим-карту и карту памяти, либо две сим-карты. Кнопка питания, качелька регулировки громкости и микрофон находится в верхней части. Одной из самых сильных сторон этого планшета является дисплей, который выполнен по технологии IPS. И при диагонали 10,4 дюйма имеет разрешение 1200 на 2000 пикселей. Это не рекордное разрешение. Даже среди бюджетных планшетов есть которые с 2К. Тот же самый Nokia T20. Но среди защищенных это также, по всей видимости, рекорд. И дисплей здесь, ну на самом деле, просто отличный. В настройках дисплея имеется технология MeraVision, которая позволяет вручную настраивать контраст, насыщенность, яркость, цветовую температуру, резкость и многие другие параметры дисплея. Поэтому, если вдруг вас чем-то не устроит стандартный режим, имейте в виду, что есть возможность настроить дисплей под себя. Уровень максимальной яркости средний, на ярком солнце экран темнит, но в целом информация читаема. Конечно же, такие стандартные настройки, как адаптивная яркость, темная тема, а также ночная подсветка здесь присутствуют. Я думаю, что никто не будет спорить о том, что дисплей является наиважнейшей частью планшета. И чем он лучше, тем комфортнее будет использовать планшет как для работы, так и для развлечения. Конечно, здесь далеко не самый лучший дисплей, но за свою стоимость он действительно отличный. Сканер отпечатков пальцев в планшете нет, но, честно говоря, не помню, чтобы эта опция была в каком-то другом бюджетном планшете. Но, тем не менее, разблокировка по лицу имеется и в большинстве случаев она работает замечательно, не срабатывает разве что в условиях полной темноты. Следующая важная часть, о которой я хочу поговорить, это программное обеспечение. И с этим здесь все в полном порядке, потому что работает планшет на Android 13 версии. Маловероятно, что он когда-нибудь получит Android 14, но, с другой стороны, Android 13 будет еще актуален продолжительное время, по окончании которого вы скорее уже обзаведетесь каким-то новым планшетом. Что касается DT1, то здесь все по большей части похоже на то, что мы видели в китайских защищенных смартфонах. Здесь голый Android, без каких-либо фирменных оболочек и приложения здесь, кроме гугловских, вы практически никаких не найдете. Ну, не считая, разве что сумки с полезными инструментами, которые пригодятся, если вы будете использовать планшет на стройке, либо на производстве. Здесь даже каких-то стандартных фишек нет. Имеется небольшой выбор обоев. С помощью двукратного нажатия кнопки питания можно быстро запускать камеру. Можно активировать голосового ассистента при удержании кнопки питания вместо выключения или его перезагрузки. Ну и, конечно же, вы здесь можете сменить навигацию в системе, заменив управление с помощью трех кнопок на навигацию с помощью жестов. Касаемо производительности, конечно, планшет не самый быстрый, не самый плавный. Здесь установлен процессор Mediatek MT8788, который достаточно редко используется производителями. И в основном он применяется в планшетах. За свои деньги это очень даже неплохой процессор. С повседневными приложениями планшет работает очень даже неплохо. Да, впрочем, и некоторые тяжелые игрушки более-менее вытягивает. В тесте Antutu планшет набрал 194214 попугаев, что является очень неплохим результатом для бюджетного планшета. Физической оперативной памяти в планшете целых 8 гигабайт. Плюс у вас имеется возможность расширить ее с помощью виртуальной оперативной памяти, добавив к 8 имеющимся еще 8 гигабайт. Виртуальная память выделяется из внутреннего накопителя и начинает использоваться только в том случае, когда планшета уже не хватает физической памяти. Что касается внутреннего накопителя, то его объем здесь тоже достаточно большой. 256 гигабайт, стандарта UFS 2.1, плюс имеется возможность расширения карты памяти с объемом до 1 терабайта. И как утверждает производитель, такого большого объема памяти доселе в мире защищенных планшетов еще не было. Камеры этого планшета стали для меня небольшой загадкой. Обычно я не уделяю особого внимания камерам на планшетах, потому что здесь это второстепенная функция. Но когда видишь надпись 48 мегапикселей, а в реале не можешь сделать фото с таким разрешением, то это как минимум странно. Возможно таки это просто недоработки программного обеспечения. У меня все-таки предрелизный экземпляр и максимальное разрешение, которое можно выбрать, составляет 13 мегапикселей. Но, даже если мы представим, что, например, этот планшет имеет 48 мегапикселей, то по сравнению с 13 мегапикселями основная разница будет заключаться в том, что мы сможем сделать на фото больше масштабирования. Больше никаких плюсов вы не увидите. Камеры в планшетах, как правило, хуже, чем в смартфонах и могут пригодиться только в экстренных случаях. Я сделал несколько примеров фото и, в общем-то, не был впечатлен. А вот фронтальная 16 мегапиксельная камера может быть отличной веб-камерой, хотя по факту здесь тоже не 16 мегапикселей, а 13. В целом, не считая непоняток с разрешением, камера типична для бюджетных планшетов. Для того, чтобы быстро сделать снимок и отправить его, либо для видеоконференции, она подходит. Но она больше от планшетной камеры, думаю, что вряд ли кто-то будет рассчитывать. Единственное, что меня здесь удивило, это наличие стабилизации, которая присутствует здесь как при фото, так и при видеосъемке. И, конечно же, это дает возможность, меньше шансов получить смазанный снимок, а также более плавную видеосъемку в движении. Предлагаю послушать, как звучат 4 динамика этого планшета. Ну что сказать, звук здесь то, что нужно. Он громкий, чистый, качественный. И где-то можно даже и без колонок слушать с него музыку. Ну, я уже молчу о просмотрах видео. Это должно быть тоже, будет хорошим опытом. В планшете также имеется встроенный FM-приемник, который можно будет активировать, если подключить проводные наушники, которые будут являться антенной. Емкость встроенного аккумулятора составляет 11 000 мАч, и этого будет более чем достаточно, чтобы в течение дня не думать о подзарядке. Но, скорее всего, в среднем вам будет хватать заряда на 2-3 дня точно. В крайних случаях можно всегда использовать режим энергосбережения. Также стоит отметить поддержку быстрой проводной зарядки. При помощи штатного адаптера полностью зарядить планшет можно приблизительно за 3 часа. Ну, а еще с него можно совершать звонки, разговаривая посредством громкой связи, либо через гранитуру. Не все планшеты, надо сказать, обладают такой возможностью. Помимо сетей LTE, аппарат также поддерживает двухтипозонный Wi-Fi в Bluetooth версии 5.0. Также при желании можно использовать его в качестве навигатора. Ну что, думаю, что пора выносить вердикт. Я могу сказать только то, что планшет мне очень понравился. Да, здесь есть какие-то непонятки с разрешением камер. То ли здесь 48 Мп, то ли 13. Но производитель четко заявляет о 48 Мп камере с модулем от Samsung. Поэтому будем считать, что когда планшет поступит в продажу, то там уже будет полноценная прошивка, которая позволит в приложении камеры выбирать разрешение 48 Мп в основной камере и 16 Мп во фронтальной. Ну, а по факту даже 13 Мп снимки получаются вполне годными для такого бюджетного планшета. Так что, в целом, это, наверное, один из самых сбалансированных защищенных бюджетных планшетов на сегодня. У него отличный дисплей, классные 4 динамика, много памяти, ну и приемлемая производительность. Поэтому, если вы ищете надежный планшет, с которым можно пройти огонь, воду и медные трубы, то это будет хорошим вариантом. На этом все. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, то поддержите его лайком. Оставляйте комментарии, что думаете о Фосибе от DT1. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на канал и другие соцсети, которые есть в описании к этому видео. Ну и главное, не забывайте, все самое интересное еще впереди.